Представлюсь. Меня зовут Антон Малахов, и я ваш первый лектор. Наверное, кто смотрел программку, мог даже видеть эту историю. То, что у меня лекция называется «Викинги для чайников». Так что те, кто знает про викингов, могут, кстати, совершенно спокойно уйти, ничего нового вы не услышите. Тем не менее, я попытаюсь, чтобы вам было интересно, чтобы все узнали что-то новенькое, что-то необычное. Начну традиционно с вопроса. Как вы думаете, кто я этнически? Этнически. То есть, вот мой персонаж, мой костюм, что это такое? Скомарок? Почему скомарок? Спасибо большое. Это историческая, в общем, это богатая одежда. Еще варианты? Что еще раз? Плавал знает, абсолютно верно. На самом деле, вот так вот выглядел классический викинг. Все, что мы видим в кино, это ребята в рогатых шлемах, в шкурах, это все неправда. Викинги выглядели вот так вот. Очень важно сказать, что викинги это не просто воины, которые убивают людей, грабят и прочие вот эти непотребства творят. Викинги это хорошо вооруженные бизнесмены 10 века. Но прежде чем я расскажу о них, я немножко расскажу предысторию вообще, почему появляется эпоха викингов, с чем она связана. Классически считается то, что эпоха викингов 9-11 век, но она имеет более широкие рамки временные. Начинается эпоха викингов еще в 8 веке на излете вендельской эпохи. И связана она с появлением большого количества серебра на востоке. Появляются всем известные пути из варяг-греки, из варяг-варабы. Они проходят через территорию Руси. Ну и понятно, скандинавы, как прекрасные мореплаватели, а мореплавателями прекрасными они были еще с 5 века, мы знаем об этом. Они прокладывают новые дороги именно на восток. Как я уже сказал, основная их цель мореплавания на востоке является серебро. А что они везут, по вашему мнению, с севера? Кого? Пушни, ну абсолютно верно. Что? Борые рабы. Абсолютно верно. И еще пеньку и немножко меда. Но да, рабы в первую очередь, это действительно так. С востока везется шелк, разные предметы роскоши, дорогие ткани. И поэтому, как я уже говорил, викинги это богатые, это бизнесмены своего времени. Это люди, которые огнем и мечом добывают себе славу и богатство. Интересно то, что викинги никогда не старались убивать людей сразу. То есть, действительно, мы знаем то, что были нападения, были там грабежи, допустим, каких-либо поселений, населенных пунктов. Но чаще всего они именно торговали. Но понятное дело, то, что каждый торговец в период 10 века должен был быть хорошо вооружен, уметь воевать. Потому что, представьте себе, вы везете сундук серебра или там, не знаю, какие-то дорогие вещи. И если на вас тот напал, нужно иметь возможность дать отпор. Давайте немножко расскажу про костюм, почему так выглядел викинг и что вообще значит. Когда вы будете ходить по фестивалю, обращайте, пожалуйста, внимание на ребят в костюмах, и вы будете понимать, где что значит. Когда вы видите мужчину, который стоит напротив вас, обязательно смотрите на пояс. Пояс — это самая статусная часть мужского комплекта в принципе. Во-первых, обязательно должен быть нож. Нож — это символ свободного человека. Были трейли. Трейли — это рабы. Они не могли носить ножа. У меня ножа, как вы видите, нету, но это не значит, что я трейль. У меня потому что... Вон, мои ножики лежат. Я потом покажу, тоже про них немножко расскажу. Так вот, если вы обратите внимание, то у меня на поясе висит абсолютно все. Как вы знаете, в 10 веке одежда не имела карманов. Поэтому все носилось в мешочках, в сумках специальных. И для всего имело свой смысл. Например, наверное, вам, кто далеко будет сидеть, не очень хорошо видно, но кто поближе видит, видит. Маленькая шерстяная сумка. Видите? Этот предмет называется money bag. То есть фактически это кошелек. Кстати, отсюда появилась идея ома подрезать кошелек, потому что, видите, он висит на поясе, можно было подойти просто и срезать. Но он висит здесь не просто так. Почему для денег отдельная сумочка? Это признак статуса того, что у меня есть определенное количество серебра, и я могу потратить его в любое время. То есть я настолько богат, что я могу носить с собой серебро и тратить его по своему разумению. Кроме того, поясные наборы, которые приходят с Востока, эта мода абсолютно восточная, переходит в Скандинавию, на территории Руси очень широко распространена, тоже говорит о статусе. Вообще металл – это основное сырье и основная ценность 10 века. Это очень важно понимать, я про это тоже расскажу. Это касается и железа, и серебра, и бронзы, абсолютно всего. Так вот, мой пус имеет вот такой длинный хвост. Если видите, он никак не связан. Для чего это было сделано, как вы думаете? Почему? Фактически так и есть, но почему? Ну то есть зачем отдельный хвост? Абсолютно верно. То есть я показываю свой статус. То есть я могу, опять же, в любом моменте взять вот эту накладку, оторвать и расплатиться ей, потому что металл, даже бронза, имеет свою ценность, и добывать их было достаточно сложно в период 10 века. Понятное дело, что накладки поясные были и из серебра, и из золота, и из серебра с позолотой, с чернию, были совершенно разные, в огромном количестве. Но вот, например, у меня комплект из бирки, и этот поясной набор, вообще в бирке было найдено всего 3 поясных набора, и все они восточного производства, ни одного скандинавского поясного набора не существуют. Есть только сбруйные наборы. Но это для знатоков, чтобы было хоть кому-то интересно. Кроме того, можно увидеть, у меня здесь разнообразные кошельки, сумочки. Там чаще всего носились бытовые вещи. То есть, понятное дело, что это не телефон и не табак. Это были кресла, кресала, кремень, труд, иногда бусы и другие предметы, которые можно было использовать в быту. Что касается моей верхней части комплекта, вообще интересная штука, то, что в Скандинавии, поскольку нету шелка, нету льна, нету дорогостоящих тканей, точнее, есть, но они приходят с востока, опять же, как я говорил, и их достаточно мало. Как видите, вот, например, отделка тканом шелком, ее не так много на мне, и это считается уже очень статусным комплектом, потому что подобный шелк узорный стоил колоссальных денег, и, понятно, далеко не каждый мог себе это позволить. Так вот, если некачеством, то чем можно компенсировать? Абсолютно верно, количеством. Если обратить внимание, широкие рукава, они очень длинные. Это не просто так. Ровно как и шаровары. Видите, какие у меня большие штаны? Шаровары выглядели вот так вот. Чем больше на мне ткани, тем я богаче. Арабский путешественник X века Ибн Фадлан в своих воспоминаниях пишет, что скандинавы носят штаны длиной в 40 локтей. 40 локтей – это 20 метров шерсти на одной ноге. Кажется, что это невозможно, но у меня вот сейчас одна штанина 8 метров. То есть это, конечно, не 40 локтей, но очень-очень близко. Настолько высокий уровень ткачества в X веке, то что самая тонкая ткань шерстяная, которая найдена, 52 нити в сантиметр. То есть кто, опять же, в ткачестве разбирается, может представить, насколько это мелко. Представляете, это 52 ниточки в одном сантиметре. У меня вот здесь, она очень тоненькая тоже, но у меня всего лишь 36. Это так для примера. Это то, что касается верхней части. Кроме того, у меня на шее, кто видит, может увидеть предмет, называется гривна. Я думаю, что это слово вам знакомо. У меня серебряная гривна – это тоже признак статуса. Гривна – это в первую очередь платежный элемент, платежная единица. Серебро. Обычно это около 100 грамм. И если мы рубим гривну, получается что? Рубль. Абсолютно верно. Можно было обрубить вот эту самую гривну, сделать из нее браслет, второй половиной расплатиться. Почему именно разрубить? Вообще интересный факт, что фактически во всем мире, кроме восточных стран, не было использования монет как таковых. Использовалось серебро-навес. Поэтому археологически находится огромное количество дирхемов, разрезанных на четвертинки, половинки, рубленные гривны, рубленные браслеты, оплавки. Это все являлось элементом платежной системы. И чтобы расплачиваться, любой уважающий себя скандинав носил с собой весы. У каждого скандинава были такие маленькие весы с набором гирик, потому что всегда во время торговли можно было их достать, взвесить определенное количество серебра и таким образом расплатиться, неважно за что. Это то, что касается торговли и костюма как такового, именно скандинавского. Но, как я уже говорил, вообще все в Скандинавии и Руси крутится вокруг железа, стали и прочего. Понятное дело, что ни один скандинав не может поплыть куда-либо в гордарику, не имея оружия. И, конечно, самым популярным типом вооружения является меч. Многие считают, что меч это просто железная палка, которую можно бить по голове. Ничего не подобного. Это очень сложный технологический выполненный предмет, который до сих пор очень сложно повторить. Я объясню, почему. Когда из земли добывается руда, это просто железо, оно очень мягкое. И чтобы оно хоть как-то держало форму и можно было сражаться, его нужно науглероживать. Это очень сложный процесс, поэтому углеродистой стали было очень мало. Она пускалась только на кромку меча. То есть вот здесь вот по краю была вот та самая науглероженная сталь. В центре использовалась более мягкая сталь и иногда дамаск, что тоже очень сложная технология при условиях того, что не было кузнечных молотов. Были только ручные меха, то есть были одели молотобойцы. Были люди, которые раздувают мехами огонь. Огонь, да, горн и вот все в этом ключе. Интересно то, что самые известные мечи, Ульберт, может кто-то слышал. Но я думаю, что реконструкторы слышали, а не реконструкторы. Ульберт. Фактически это найк 10 века, потому что это именник. Вот здесь можно увидеть крестик с обратной стороны кружочек. Это тоже именник мастера. То есть каждый мастер пытался подписать свою работу. Так вот, найдено мечей Ульберт больше, если не ошибаюсь, 560 штук. И что самое интересное, они были произведены в рамках 150 лет. То есть если бы мы думали, что это один и тот же мастер, то вероятнее всего бы он очень долго жил, и это было бы фактически невозможно. Клим Саныч, мое почтение. Хорошо, очень рад. Валладируйте, Клим Саныч, что даже там приехал. Да, так вот. Да, именно эти мечи, они происходят из Рейнской области. Рейн — это Германия. Может, кто-то слышал? Золинген. Это такие ножи до сих пор очень хорошие. Там добывалась одна из лучших стали. Почему? Потому что в болотах она уже имела достаточное количество углерода. То есть при углеродовании она была еще более плотной, еще более жесткой. Поэтому качество этих клинков было абсолютно великолепное. Вплоть до того, что хранованные особы в 10 веке запрещают вывозить мечи из территории Германии. Но предприимчивые викинги не теряются. Они решают, что можно поступить совершенно по-другому. Они вывозят только клинки. То есть сам клинок. То есть меч вывезти нельзя, а клинок можно. Так вот, вернусь к клейму. Ульберт — это Nike своего времени, потому что появляется огромное количество подражаний. Он пишется как «Ульбер ХТ» и в конце крестик стоит. И появляется «Ульбер Крестик Т», «Ульбер Х Крестик Т» и многие-многие другие. То есть это фактически «Адидас» и «Абибас» какой-нибудь в 10 веке. Так что ребята пытались подражать для того, чтобы продавать. Естественно, качество этих мечей сильно хуже. Вообще, что касается мечей, интересный факт, что большинство из них, археологически найденных, не имеет следов сражений. То есть мы можем сказать, что в первую очередь мечи — это статусное оружие, говорящее о высоком социальном статусе владельца. Поэтому их носили, ими хвастались, но почти никогда не доставали из ножен. И, кстати, интересно то, что некоторые из них технологически были произведены по этой сложной системе с наварными кромками, с клеймами, но были сделаны из очень сырого металла, который можно было согнуть коленку. Просто человек, когда его делал, он уже понимал, что он не будет его использовать в бою, но при этом это «Лексус» у своего времени такой, не очень дорогой. Как я уже говорил, вывозить можно было только клинки. И поэтому в разных частях света появляются совершенно разные мастера, которые делают разные наборы. Вот видите, вот здесь, например, бронзовый набор. Это потрясающий меч из Гнездова. Гнездово — это Смоленская область, огромное скандинавское поселение, самый большой курганный могильник эпохи викингов на территории Европы. Между прочим, это чем мы страшно гордимся. Так вот, да, это сложный составной бронзовый литое навершие перекрестия. Внутри у него металлическая стальная вставка, лужение. То есть над мечом работало сразу несколько мастеров, которые должны были быть очень высоко обученными мастерами. Это был сложный процесс. И они поэтому все отличаются. И регионально тоже, потому что, например, меч в Прибалтике найденный очень сильно отличается от того же самого Смоленского или найденного в Норвегии, например. Они все очень разные. Это то, что касается мечей. Кстати, да, о стоимости мечей. Да, сразу скажу, что меч не весит 40 пудов. Вот это вот все. Средний вес меча от 900 грамм до килограмма 800. Средний — это полтора килограмма. Так что, в принципе, можно вполне себе махать и рубить. Поэтому не думайте, что это очень... Ну, тяжело, конечно, нужна сноровка, но в целом ничего страшного. Это то, что касается мечей. Однако, какое основное оружие, в принципе, в 10-11 веке? Как вы понимаете? Сколько вариантов? Почти. На самом деле топор. Почему? Абсолютно верно. Это универсальный предмет, который можно использовать у любого человека. У любого человека в раннем Средневековье. Есть топор. Потому что топором обязательно можно порубить дрова, можно порубить мясо, а можно порубить врагов. Анатолий Кирпичников, один из самых главных исследователей оружия в раннего Средневековье, делит топоры всего на два типа. Это универсальные топоры, о которых я говорю, и вторые — боевые. Боевых топоров очень мало, и они приходят исключительно с Востока. Вот таким вот, например, топором является чекан. Это оружие кавалерийское. Оно использовалось в первую очередь для кавалерийского боя, и потом становится модным. Отправляется, опять же, например, в той же самой Бирке. Бирк, как я уже, по-моему, говорил, это недалеко от Стокгольма современного. Огромный торговый город. Найден вот такой вот топор. И он был придуман для удара с лошади. Как вы думаете, почему? Да, пробивать броню, абсолютно верно. Но обычный топор имеет, допустим, широкое лезвие, меньше площадь представления. Абсолютно верно. И представьте себе, вот такой вот маленький чеканчик, вот такой вот маленький ударный, получается, механизм. И верхом на лошади, на большой скорости, мой вес плюс скорость, вес лошади, просто выставляется вот такой вот топорчик, и пробиваются фактически любые доспехи. Про доспехи тоже расскажу, интересная штука. На втором месте абсолютно верно. После топора идет копье. Было много. Как вы понимаете, копье — это меньше. Бить дрова. Да, я буду говорить профиль. Как в Древней Египте. Может, немножко назад отойти. Так вот, да. Копье, да. Копья были очень разные, были очень сложно составные, такие же, как мечи. Были простые, универсальные. Копье использовалось в охоте. Интересно то, что копья считаются в том числе и оружием конунгов. Это очень важно, потому что... Большинство, большинство, большинство. Да нет, я громкий, в принципе, я могу без микрофона, но все-таки хотелось бы. Большинство копий, которые найдены археологически, найдены либо в захоронениях, причем очень статусных, либо найдены в домах. И чаще всего находятся в части, где был, как объяснить, не трон, а именно княжеское место. Что говорит о том, что там было самое сухое место, где хранилось вооружение некого гарнизона или, опять же, каких-то подручных, так называемых дружин, дружинников, дружинной культуры. Про это я тоже сейчас немножко расскажу. Так вот, копии украшались самым разным способом, использовались в бою и были тоже статусными абсолютно. Интересно то, что толщина древка копья, это, кстати, с реконструктором. У нас в реконструкции есть большая проблема, что... Древка... Отлично. Толщина древка порядка сантиметров пяти, наверное. Археологические древка в среднем это два сантиметра. То есть это фактически мышиный хвостик. И при этом это было достаточно. То есть копье полноценное, можно было им как-то сражаться. Отдельной абсолютно статьей идет моя любимая вещь – скромосакс. Скромосакс – это боевой нож. Видите, он богато украшен. Это не просто так. Если вы увидите, кстати, девушку-скандинавку, вот, например, вот он сидит, вот такая вот в синем, да. У нее на поясе висит нож, украшенный тоже накладками. Мужчины не носят украшенных ножей абсолютно. Но у них есть вот такие вот скромосаксы. Это большой боевой нож, который использовался в ближнем бою. Как вы понимаете, когда происходит боевая стычка, вот от момента удара топором или мечом очень быстро все это заканчивается. И нужно где-то вот вблизи. Понятное дело, что это прекрасное колющее оружие и даже немножко рубище. Так что очень важная вещь. Но почему он украшен? Казалось бы, зачем вот в бою? Ну, в принципе, можно в любые ножны спрятаться. Существовала такая вещь, как тинг. Тинг – это... И они собирались. Обязательно нужно было оставить оружие. То есть нельзя было принести меч, топор или копье. Но можно было принести нож. То есть никто не говорит про размеры ножа. И, в принципе, если какая-то заварушка начиналась, то всегда можно было использовать тот самый нож и решить все вопросы очень быстро. Таких ножей найдено очень мало. И что интересно, мы можем смело утверждать, что все, большинство... было произведено... было произведено... как раз не далеко от... в городе Бирка... Вообще руку мастера в районе Средневековье очень хорошо заметно. Элементы так сделаны, что... как сказать... очень сложно их повторить. И видно, что мастер, который производил вот эти самые скромосаксы, доходят вплоть до Южной Руси. Например, Шестовец, Шестовецкий могильник. Это недалеко... Ну, тут далеко не... Такой же найден в Бирке, такой же найден в Гнеб... Кстати, я в начале своего рассказа сказал, что у нас все реконструкция, мы не используем оригиналов, но вы выписали себе, если... про Готланд, да. Я сказал в начале своей лекции о том, что эпоха викингов не ограничивается 9-11 веком. Так вот, на острове Готланд эпоха викингов заканчивается в 12 веке. То есть это очень-очень поздно, и там вот традиция набегов и прочего, и прочего продолжается, и это прям очень яркая такая... Это то, что касается оружия. Да, стрелы. Интересно то, что Лукия используют для охоты и для войны. И в Кёнигах, то есть это висах и прочих письменных источниках, посвященных описанию жизни князей и прочих, и прочих, и прочих, написано то, что только богатые и только как раз вот князья, конунги и старшая дружина делают стрелы. Неизвестно почему и с чем это связано. Возможно, это связано с каким-то верованием. То, что именно они, только они делают те самые стрелы. И это, видимо, было очень сложно технологически. Действительно, мы можем сказать, что, например, стрела — это не просто палка, в конце которой вот такая вот железка. Стрела в 10 веке — это веретено. То есть сначала оно толстое, потом сужается, сужается, сужается в хвосту, и становится полноценным оружием. Это для того, чтобы баланс был равномерно распределен. К сожалению, современные, опять же, реконструкторы не используют подобного, но я надеюсь, что когда-нибудь будет сделана и такая реконструкция. Это то, что касается оружия. Немножко расскажу, может быть, про верования, потому что это самая сложная часть. Так вот, в 10 веке торговцы должны были как-то ассимилироваться, торгуя с разными этносами, с разными представителями разных вер. Поэтому те же самые скандинавы придумывают очень интересную штуку. Как вы понимаете, большинство скандинавов верят в Тора, верят в Водина и в классический пантеон скандинавский. Но славян, прошу прощения, христиан-то уже много, и нужно что-то делать. И они придумывают молоты Тора с изображением креста. То есть фактически это молот Тора, который собран, точнее, крест собран из нескольких молоточков Тора. Поэтому когда нужно, ты говоришь, я христианин, а когда нужно, ты говоришь, нет, я же свой. Вот это прямо они очень любили. Опять же, это очень важно было для торговли. То же самое касается, кстати, с восточными странами. Они пытались всячески ассимилироваться. Например, известный факт такой, что многие викинги крестились не по одному разу. Например, в Европе, в Германии, за крещение давали льняную рубаху. Как я уже сказал, лен — это ткань дорогая. И поэтому зайти в речку, искупаться и получить после этого дорогую рубашку, в принципе, ничего. Многие ходили трижды. Об этом, кстати, тоже есть в описании. В Германии, слава богу, в Германии их осталось огромное количество. Нам в этом плане очень повезло. Это то, что касается верований. Немножко скажу про славянское язычество. Может быть, кому-то не понравится, правда. Но, к сожалению, славянского язычества не существует. Точнее, оно существует, но мы о нем ничего не знаем. Когда Рыбаков писал свою работу, он опирался на знания о западных славянах и о скандинавах в том числе. Мы не можем сказать, какими были богами на Руси, к сожалению, какие были боги на Руси. Интересно, правда, вот что. Например, около Новгорода существует такое поселение, как Рюриково городище. Понятное дело, с чем это связано? Это связано с пришествиями Рюрика. Князь Рюрик, как вы знаете, приходит со своими братьями Синюстом и Трувером. Однако многие считают, что это неправильная трактовка скандинавских слов, и он приходит со своей семьей и дружиной. И он как раз строит Рюриково городище. И есть описание о том, что он приносит свою веру и ставит своих богов. Как многие на кого-то знают, князь Владимир потом приходит и сбрасывает Идрича Поганая, которая уплывает по реке Волхов. Маленькое отступление. Все знают про то, что вот эти идолы уплыли, правда? А кто знает про то, что они потом приплыли обратно? Потому что река по весной изменила направление хода. И те, кто уплыли вот вверх по течению, просто потом вернулись. Был ужасный бунт в Новгороде. Кричали, что возвращайте старых богов, ваш бог никуда не годен. Да-да-да, это все очень плачево закончилось. Но его, правда, подавили. Так вот. И казалось бы, как мы можем подтвердить эту штуку? Но при раскопках, как раз того самого Рюрикова городища, был обнаружен молот железный, украшенный разными узорами. Ровно такой же молот был найден в Дании на капище Одина. То есть это прям... Ой, Тора, прошу прощения. Извините, Тора. Это говорит о том, что действительно скандинавы пытались популяризировать свою веру, и поэтому, возможно, пантеон богов как-то пересекался. Точно мы об этом сказать не можем, но как-то можем предполагать. Это то, что касается верований. О чем вам еще интересно послушать? Что вам еще рассказать? Какое направление? Быт, жизнь, культура. Доспехи. Да, абсолютно верно. Я вот о них забыл. Интересно то, что скандинавы фактически не используют доспехов. К сожалению, археологически до нас не доходят почти никаких доспехов. Какой самый популярный доспех вообще в принципе в 10 веке, по-нашему? Ну, щит не очень, это элемент защиты, но нет. Кольчуга. Абсолютно верно. Однако кольчуга — это сложный технологический предмет. Как я уже говорил, любой металл — это очень дорого. Так вот, представьте себе. Нужно добыть крицу. Крица — это вот тот самый сырой металл. Потом необходимо сделать из нее проволоку. Потом эту проволоку накрутить, сделать спираль, разрезать. Каждое колечко расплющить по краям. Потом собрать вот эту кольчугу. И потом каждое колечко заклепать маленькой заклепочкой. Сейчас это титанический труд. Как это было в 10 веке, сложно представить, потому что это абсолютно какой-то нонсенс, как люди это делали. Поэтому кольчуга как и тогда, так и сейчас стоит очень дорого. Правильное, клепанное. Поэтому не каждый далеко себе мог позволить. А шлемов скандинавских, например, найдено всего сколько? Сколько? Ну, вообще один. По большому счету он один. Действительно найдено 4 маски, но сам шлем целиком один. Это всем известный шлем из Германбю. Кто не знает, обязательно почитайте о нем. Шлем-сова. Наверное, когда вы видели, там вот такая шапка, и у него такие вот очки такие. Вот шлем из Германбю. Почему скандинавы не используют шлемов? Как вы думаете? Это интересная штука, тоже связанная с верованием. Ну, железо понятно, что дорого. Все куда интереснее. Как вы уже говорили, да-да. Абсолютно верно. Это первый человек за многие годы этого вопроса, который ответил правильно. Скандинавы верят в то, что после битвы, погибнув в битве, они попадают в Альгалу. Они будут пировать с предками, будут пировать вместе рядом с Тором и Одином, и все будет у них здорово. И поэтому они не пытаются защищаться. Но кольчуги все-таки встречаются. Если обратить внимание, мой кафтан достаточно широкий. Под него кольчугу я надеть могу. И особо это никто и не увидит тогда. А шлем не спрячешь. Поэтому шлема почти фактически не используется. Это то, что касается защиты. Кроме того, с Востока, как я уже говорил, много традиций, то, что приходит с Востока, приходит ламиллярный доспех. Ламиллярный доспех – это доспех, собранный из вот таких вот маленьких пластиночек железных. К сожалению, я показать не могу. Маленький пластиночек, связанных кожаным шнуром. Например, в гарнизоне города Бирка, о котором я много сегодня говорил, найден целый ламиллярный доспех, который на сто лет старше, чем сам город Бирка. Вероятнее всего, он был подарен кем-то из восточных гостей, местному дружиннику, как некая традиция, как некий дар, если можно сказать. И, вероятнее всего, он не использовался по назначению, скорее всего. Вообще, интересная тоже штука по поводу гарнизонов. Мы знаем то, что существовали дружины на Руси. В Скандинавии они тоже существовали. Как раз в том самом городе Бирка существует отдельная часть города, которая является гарнизоном, и там сгорел целиком дом, в котором жили дружинники. Интересно то, что там найдено 40, как сказать, остров от сундуков с личными вещами, а под столбами было захоронено 40 чехлов от гребня. Гребень, вообще, вопреки расхожему мнению, это не женский предмет. В скандинавской традиции гребень — это мужской элемент костюма. Он предназначен для того, чтобы расчесывать свою бороду, чтобы пши там не заводились. Поэтому эти 40 чехлов говорит о том, что это было 40 воинов, которые строили себе этот дом. И которые, мы не знаем, погибают они или нет, но дом был сожжен во время осады, мы это точно знаем, точно обстреливали их стрелами в огромном количестве. Вообще, город Бирка — уникальный город, потому что это, по-моему, единственный город в Скандинавии, который не имел королевской власти. Это чисто торговый город. Представьте себе город, в котором собрались классные ремесленники, торговцы, и они организуют такие, говорят, а мы вот такие здоровские парни, мы будем платить другим ребятам, а они будут плавать туда, на восток. Интересно, что именно с их легкой подачей. То есть Бирка — это фактически отправная точка пути из Варяг-Греки, потому что он идет через Старую Ладогу, там был организован как раз тоже скандинавский город, потом идет Гнездово, там был организован скандинавский город, и потом туда дальше, на восток, на восток. Мы можем сказать, что каждый из этих скандинавских городов фактически форпост, где они могли сменить свои ладьи, починить свои ладьи, поторговать, и, как бы сказать, являлись таможенниками того периода, потому что они были должны взять именно торговые пути, а любой торговый путь в тот период — это водный путь. Это то, что касается торговли. Вот, как-то так. Что-нибудь еще? Про ладьи. Ладьи существовали нескольких видов, понятное дело, что они были совершенно разные. Одни использовались на море, другие использовались на реках, потому что, как вы представляете себе, огромные ладьи, которые ходят по океану, они не пройдут просто в реках, даже в таких широких, как полка. Самая известная ладья, о которой мы можем говорить, — это Осиберг. Осиберг — вообще потрясающее захоронение. Считается, что там похоронена королева Оса, потому что в этой ладье был найден остров двух женщин. Интересная тоже штука. Одной женщине было за 60, второй женщине было порядка 45. Это, к слову, о продолжительности жизни вообще в раннем средневековье. Все считают, что жили в 3 до 30, а потом как-то все погибали. Ничего подобного. Жили долго, но, правда, если доживали до 7. Потому что, в основном, если умирают до 7, дожил до 7, то, в принципе, до 30 точно доживешь. Так вот, да, ладьи. И там была найдена самая крупная, самая хорошо сохранившаяся ладья, ладья из Осиберга, гигантская, именно использовавшаяся ладья для хождения по морю. Интересно то, что на капитанском месте было найдено граффити. Граффити — это то, чем вырезают, допустим, какие-то картинки, которые оставляют разные люди. Вырезаны стопы. И это именно женские стопы, что позволяет нам предположить, что это именно женский статусный корабль. Кроме того, кстати, на этом корабле было найдено огромное количество разнообразной резной древесины, были найдены сани, были найдены телега резная и море-море всего. Например, мы используем наши шатры деревянные, вот такие вот афреймы. Это как раз Осиберг. То есть они найдены именно там. К сожалению, других источников на шатры и палатке у нас нет. Так вот, в той же самой старой ладоке, когда заканчивается морской путь, скандинавы пересаживаются на маленькие плоскодонки, моноксилы. Чаще всего моноксил — это корабль, одна древка. Чаще всего, как я уже говорил, это лодка, сделанная из одного большого ствола. Но не стоит думать, что это такое длинное просто бревно с выколоченной какой-то пустотой посередине. Ничего подобного. Это тоже сложный технологический предмет. Дерево действительно выколачивалось внутри. Потом у него нагревались и разворачивались борта. Потом сверху нашивались еще борта. И это получилась такая большая плоскодонка, барша с большой несущей частью такой центральной. Потом эти ладьи идут по торговому пути. И постепенно они изнашиваются, конечно, потому что существуют волоки. Потому что, чтобы перейти из одной реки в другую, необходимо, допустим, спешиться. И люди на своих руках, подкладывая бревна, перетаскивают лодку из одной реки в другую. Они изнашиваются, и поэтому были вот те самые реперные точки, в которых можно было сменить корабль. Это то, что касается корабля. Интересно, кстати, то, что в Гнездово найдено несколько уключен, очень красивых, они все резные. Что тоже говорит о том, что скандинавы проводят очень много времени на воде. И вообще все, что касается мореплавания, для них это очень и очень и очень важно. Вот. Что еще вам рассказать? Культура. Культура? А какая именно? Конкретнее. Можно сравнение вот летом и зимой? Вы одеялись? Да, конечно. Это очень интересный вопрос. Очень здорово, что вы его задали. Вообще очень важно сказать про территорию обитания вообще в раннем Средневековье. В раннем Средневековье средняя дальность жизни, можно так сказать, человека, это 30 километров, не дальше. То есть те викинги, от которых я представляю, вот такой торговца, это большая редкость, это элита, это всегда дорого, это всегда здорово. Средний человек дальше 30 километров от дома не отходил, потому что фактически у него все было. У него была река, можно пойти плавить рыбу, у него было поле, можно было повозделывать землю, у него есть какой-то скот, ему было, в общем-то, хорошо. Можно дойти до соседней деревни, жену себе найти, если охота. Да, понятное дело то, что летом это полудородный период, естественно, возделывается земля, действительно, по рекам передвигаются с помощью ладей, активная жизнь, но постепенно, все ближе-ближе к осени, люди стараются, например, хранить запасы продукта. Например, в Скандинавии очень широко, сюрстреминг, знаете же эту историю, да? Это не от хорошей жизни, вы не подумайте, это не просто деликатес. Селедки много, ее клали в ямы, а потом она гнила, а есть нечего больше, и начали есть гнилую селедку. Так появился сюрстреминг. Ровно то же самое они делают, кстати, с нерпами, акулами, с другой морской живностью, в общем-то, не стесняются, она себя перегнивает. Мясо, да, очень важно сказать, то, что вопреки вот это вот, представляете, пир, такой куча мяса, ничего подобного, мясо это очень дорого, потому что, представляете, у вас есть корова, и она дает молоко, а вы ее забили, и у вас больше нет молока. Это нерационально. То же самое касается курицы, например, потому что у вас есть курица, она несет яйца, забивать ее абсолютно нет никакого смысла, пусть несется дальше. Свиньи, свиней действительно употребляют в пищу, но разводить их не очень удобно, поэтому их не так много ели, ну, ели, конечно, но не так много. Так вот, мясо мариновали в сыворотке, то, что вот остается, когда вы делаете, допустим, сыр, вот эта сыворотка, там вымачивали мясо, оно абсолютно теряет вкус, становится как резина, но при этом оно очень долго хранится. То же самое касается того, что сушеное мясо, клюква, разнообразные ягоды, я не знаю, почему скажут, что клюква, просто ягоды собирались, грибы. Другой подножный корм, все это хранилось, и ровно так же, кстати, на Руси появляется квашеная капуста, тоже не от хорошей жизни, потому что капуста, в общем-то, она везде растет, можно ее порубить, можно ее заквасить, зимой есть ее, а когда заканчивается все абсолютно, то можно сварить и залить водички горячие, и получится суп. Например, в Европе очень долгое время считалось, что суп это самая-самая-самая нищенская еда, и вообще ее невозможно есть, и да, поэтому еще, повторюсь, это не от хорошей жизни. Кроме того, зимой, понятное дело, расстояние передвижения и вообще жизни очень сильно сокращается, световой день кончается, и, допустим, если днем, летом ты можешь пройти, не знаю, опять же, 15-20 километров до следующего поселения, то зимой ты уже так сделать не можешь. Поэтому в основном сидели дома, ели ту самую квашеную капусту и били баклуши, наверняка вы знаете, это потрясающий термин, делали заготовки для ложек, резали. И, кстати, интересно, что именно это является толчком для развития касторезного искусства. Скандинава потрясающие касторезы, огромное количество элементов, солонки, ложки, путлища, это такой специальный предмет, которым развязывали узлы. Все это изукрашено потрясающими узорами, именно потому что ребята имели колоссальное количество времени, можно было сидеть и резать свою костяшку и делать ее очень красивой. Ну и благодарим им, опять же, им такие памятники археологически потрясающие. Но, вопреки расхожему мнению, все равно люди передвигаются, используют лыжи, очень широко используются лыжи, причем разные. Существуют лыжи широкие, то есть, может быть, кто-то представляет себе охотничьи лыжи такие. Были такие, они вообще не поменялись, и были беговые лыжи. Они выглядят ровно так же, как и беговые современные, очень узкие. Вероятнее всего, одни использовались для быстрого передвижения, другие использовались для охоты. Например, есть одна из скандинавских саг, которая рассказывает о двух воинах, которые были должны спасти сына Конунга. Они встают на лыжи, берут ребенка и уносят его в снега, спасая таким образом. То есть, это были, опять же, воины, которые могут сражаться на лыжах. Это вообще отдельное подразделение какое-то, и кажется немножко фантастическим. Это то, что касается зимы. Я надеюсь, что я как-то максимально развернуто ответил на ваш вопрос. Еще вопросы? Что? Работорговля? Ой, работорговля – это здорово, работорговля – это хорошо. Археологи очень любят говорить, что если монеты хорошо сохраняются, то рабы не очень. Как органика, в принципе, не особо доживает. Да, много интересного можно сказать про работорговлю. Мы знаем о том, что она 100% была. Я могу лично опираться на археологию как раз гнездовского комплекса. Например, в одном из роскопов был найден женский череп. Зуб оттуда был передан на анализ стронция. Стронции позволяют узнать, где родился человек. Так вот, девушка, которая лежала в виде черепа в этой самой яме, а яма была помойная, это тоже очень важно сказать, была из Сибири. Интересно то, что, да, очень важный момент, то, что скандинавы заходили так далеко, то, что мы можем найти в Бирке и в Гнездово китайский шелк. И они 100% были в Сибири, поэтому оттуда они тоже везут в большом количестве рабов. Используют их по-разному. Понятное дело, чаще всего это физическая сила. Интересно, что в Скандинавии, кстати, я тоже об этом немножко сейчас расскажу про гнездов, а потом расскажу про Скандинавию. Гнездово все-таки более русифицированный город, поэтому там рабов едят. Класс, у нас сегодня прям все здорово. Хорошо, что я выступаю первым. Так вот, да, рабов едят. Была найдена еще одна яма, там был найден мужской череп, а в кузнице была найдена нога человеческая, на которой были оставлены зарубки от ножа. Мясо срезали. Есть предположение, что это связано, кстати, с извержением вулканов. Помните, говорили, что в этом году будет аномально жаркое лето. Все это извержение вулканов, увидите, какое лето. Ровно то же самое происходило в 10 веке, поэтому были неурожайные годы, и по всей видимости, в гнездово происходит именно такой год. И когда уже съели все абсолютно, всех свиней, куриц, баранов съели последнюю квашеную капусту, начинают есть рабов. То есть, к сожалению, это вещь, которая распространена была. Однако в Скандинавии все работает немножко по-другому. Раб называется трейль, как я уже говорил в начале своего рассказа. И раб может завоевать себе свободу. Поскольку земли было достаточное количество, рук, в общем-то, не хватало, то трейлю могли отделить определенный участок земли, и он должен был его возделывать. Были прецеденты, когда трейли были богаче бондов. Бонд — это земледелец, если можно сказать, такой средней руки, который в Министерстве богатый. Достаточно зажит сегодня человек. Просто потому, что они работали. И потом любой трейль мог заработать себе свободу. Вообще, интересный еще тот же момент по поводу скандинавского отношения к женщинам. Мы привыкли думать, что это вот этот «О, я мужик в семье». Ничего подобного. Женщины в Скандинавии — это равные в правах абсолютно люди. Мы знаем точно то, что некоторые женщины, как я уже рассказал про Осиберка, королева Осса, возглавляли целые рода. Женщины ведут Скандинавов по морю, например, они переселяют. Когда мужчина погибал, допустим, в каком-либо сражении, то его жена, как старшая в семье, получала его права и его оружие. Это тоже такая интересная черта, и они были абсолютно равными. И поэтому, да, любая, грубо говоря, женщина-трейль, которая выходила замуж за свободного человека, она тоже становилась свободным человеком. Это то, что касается рабов. Да-да. Ой, хоронили очень интересно. Вот я вам сейчас расскажу. Обрядов погребения было огромное количество, они все тоже очень по-разному регионально отличаются. Начну снова с моего любимого города Бирка. Изначально город Бирка был найден совершенно случайным образом. Туда приехал энтомолог, который искал в янтаре мух и прочее. Нашел огромный курганный комплекс, могилы, начал их раскапывать, и, конечно, это было потрясающе. Так вот, там основной вид захоронения — это трупоположение. То есть трупоположение — это когда кладется целиком тело. Но в традиции, опять же, скандинавы кладут разнообразные предметы, которые отправятся вместе с хозяином в загробный мир. Интересно, что эта традиция еще не только распространяется на именно трупоположение, когда кладут человека, сажали труп. То есть ставился стульчик, сажался человек, а вокруг него клались разные предметы. Поэтому, например, многие захоронения, они немножко скомканы вот так вот вниз, потому что тело просто складывалось под давлением земли. Вторым по популярности — это трупоположение. Они бывали в камерах, бывали просто под камнем, это в зависимости от. Второе по популярности — это трупосожение. Все представляют самые известные похороны Русса. Если кто был в историческом музее, огромное абсолютно панно. Ибн Фадлан, кстати, описывает про похороны Русса. Почитайте, не придете, как будет сказано. Там такое творится ужас. Так вот, трупосожение. Оно было на месте и на стороне. Что такое трупосожение на месте? Была площадка, туда ставилась, вероятнее всего, ладья или симулятор ладьи. Клались разнообразные вещи. Огромный погребальный костер. В этот момент происходила тризна. Тризна — это праздник, посвященный тому, что усопшие уходят. То есть все поддерживают родственники, говорят ей, давай, чтобы тебе было хорошо. Интересно то, что археологически прослеживается, что во время тризны из погребального костра воровали. Потому что, например, несколько лет назад был раскопан в гнездовском могильнике курган Л-210. И, например, там найдены псалии. Псалии — это то, что, представляете себе, лошадь. И у нее вот здесь вот трензель во рту. И с краев такие, как рычаги. Вот они были найдены, а трензель, то есть сама вот эта железка, не была найдена. То есть мы можем сказать, что, вероятнее всего, она была уже полноценной железы, что и будет в огне. И дети собирали эти предметы и просто использовали потом в быту, передавали своим родным. Не все доходило. Это трупосожение на месте. Трупосожение на стороне происходило. То есть где-то собирался погребальный костер, после чего останки человека собирались в горшочек. Ну или просто собирались в какую-то кучку и так захоранивались. Это то, что касается трупосожения. И это вот самые популярные варианты захоронений. Да-да. Проберсерков! Что? Ой, проберсерков. Да, это как раз на основе Асиберга, того самого моего глубоко любимого. Интересно то, что есть мнение, что ее закапывали не сразу. То есть сначала ставился шатер, в котором лежал усопший, потом насыпалась якобы половина кургана. Там это стояло полгода или еще сколько-то, и насыпалось вторая половина кургана. Однако современные исследования говорят о том, что на основе того же самого Асиберга это предположение построено по пыльце. Потому что, как вы понимаете, в разный период времени разные травы цветут и оставляют свою разную пыльцу. И предположили, что эта пыльца попала так, потому что вот именно так было закопано. Но Асиберг захоронение, которое было разграблено. И мы можем сказать о том, что эта пыльца могла попасть именно благодаря грабительских вот этих действий. Это то, что касается вот этой Сомы Ладии. И это, опять же, да, действительно. И, кстати, Герман Бю тоже, где вот был найден шлем, тоже это захоронение в Ладии. Преступление, наказание, казнь. Преступление, наказание, казнь. Да, действительно, в Скандинавии широко распространены, как сказать, полноценные, узаконенные отношения в этом плане. То есть есть определенные законы, самые известные, понятно, глаз за глаз, зуб за зуб. Традиция мстить – это абсолютная норма. Например, если один человек убивает другого, то он может выплатить виру, а может, соответственно, да, может, или его семья, того, кого убили, может совершенно спокойно отомстить. Однако были, как сказать, Верховный суд, если можно так назвать, те же самые конунги, они могли принимать какие-либо решения. Например, если человек какой-то там, допустим, высокопоставленный, да, то они могли сказать то, что нет, вы обязаны заплатить, убить его нельзя. Опять же, например, в Британии был регион Донло, то есть дословно переводится как датское право, и там было расписано абсолютно все, и это было очень-очень долго, и используется до сих пор. То есть именно вот датчане настолько повлияли на английское, как сказать, право, что до сих пор оно используется в Британии. Это тоже такой интересный момент. Насколько я знаю, отчество современного русских людей это на свете скандинавов? Да, да, абсолютно то, что да, да. И вы говорите, что женщины имели высокий статус. Что насчет мальчества? Мальчество? Кстати, я про мальчество ничего не могу сказать, к сожалению. Потому что, нет, к сожалению, не сказано, ну, потому что, там, не знаю, Рагнар, ну, Алброк, правда, но, Рагнарсон, да, вот все скандинавские фамилии, которые мы имеем сейчас, фактически это из отчества. Да, 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 потому что это... Насколько я знаю, у них до сих пор фамилии нет, и у них вот эта книга выглядит замечательно, что там имя, отчество, и иногда, когда нужно получать какие-то документы, они вместо фамилии дополняют мальчество. Не знаю, вот я про это ничего не могу сказать, к сожалению. Но вот, опять же, вот Рагнарсон, если мы разберем это вставные, то это Рагнарсон, то есть это тоже очевидно. И, кстати, про дочь там тоже есть, то есть там дочь Рагнара или сын Рагнара, в зависимости вот. Так, да. Ну, я уже как об этом сказал, но это вообще какое-то такое этическое разделение у вас, прям очень жесткое, то что одни только на этих, другие только на этих, ничего подобного. Размерами традиции кораблестроения. Дракар это сложный все-таки, то, что мы представляем, классический дракар, это корабль, предназначенный для использования в море. Это корабль, который должен противостоять большому количеству волн. Интересно то, что дракары были подвижны. То есть это не статичная такая получается структура, это не что-то очень жесткое, это предмет, который имеет возможность движения. То есть он пластичный, очень живой, поэтому его в скринавской традиции называют змей-волн, например. Да, это мы тоже можем сказать, опираясь на находку, опять же, в том, что там Асибергу, там украшено действительно большое такое вот загугульное со змеиной головой. И были еще найдены несколько, по-моему, в Британии был найден точно одна голова, дракара и еще. Да, это именно связано с использованием в разных водных путях. Не могу сказать, но, во-первых, не очень понятно, потому что у Асиберга, например, она прям прикрученная-прикрученная, клепками посаженная, и явно она не была предназначена для того, чтобы ее снимать, там, парни, скручиваем! То есть ничего такого не было. Так, нам очень нужен микрофон, я чувствую. Медицина? Ну, с медициной все очень плохо, честно говоря. Дизентерия и все. Вот ваша здесь. Большую, действительно, очень большую. Тут тоже очень важно понимать про… Это интересно, это я завожусь? Нет? Про размеры дружины. Как я уже говорил, те же там торговцы, люди, которые перемещаются на кораблях. Каждый гребец, то есть ротси, кстати, интересная тема, то что считаю… Мне нравится эта версия про то, что русы – это на самом деле ротси, то есть гребцы, и когда они приходят в Восток, ну, там, с запада, получается, да, то, что мы кто, мы, русы? Это гребцы скандинавские, на самом деле. Так вот, да, у каждого корабля был свой капитан, то есть конунг, и были его, как сказать, воины. То есть каждый гребец, он еще и воин. А в среднем, это, как я уже говорил, это 40 человек, это средний комплект, грубо говоря, дракара, и поэтому можно было собрать под знаменами несколько дракаров. То есть, допустим, если мы прикинем даже десяток дракаров, то это уже 400 человек. 400 человек в раннем Средневековье – это, в общем, ну, это крупная армия, действительно. Поэтому вполне себе. Еще раз. Владелец корабля обязательно должен был присутствовать на корабле при, ну, там… Мы об этом ничего не знаем, к сожалению. Но, опять же, мы знаем, как я уже говорил, возвращаясь к истории про женщин, то, что жена, допустим, погибшего конунга могла взять его корабли и всю семью вместе с домом и всем остальным перевести там, допустим, в ту же самую слайдю, например. То есть, была та история того исхода, или Винланд, который считается, что это Америка. Прототипы что? Про тактипы нет. Вообще никакого описания, ничего не понятно. И вот, кстати, я скажу больше, и вот эта история про мечевой бой и про стянущиков, в общем-то, это все тоже не имеет какой-то прям колоссальной подоплеки исторической. Вот такие вопросы задаете, конечно. Мы знаем, что, точнее бы сказать, что оседлые примерно жили оседлов в 30 километров расход. Ну, примерно, да. Да. Итак, есть семья, вот они живут-живут, но ведь сколько викингов? Один поход, или есть в Византии? Ну, я думаю, что год точно, если не больше. Я думаю, что самые викинги, которые ходили в походу, которые торговали, не были ли они лишними ртами в этих оседлых семьях? Вот вы, кстати, в корень и смотрите. На самом деле, Вик – это поход, да? И викинг шли как раз младшие сыновей. Ну, не совсем пираты, это тоже очень сложно. Потому что это дети, которые, частью, не получали на дело земли. Действительно, это лишние рты, имеющие топору, горячую голову, которые отправились. Но постепенно это все очень сильно меняется, потому что эти парни зарабатывают гораздо лучше, и это становится престижно, и это уже становится полноценной профессией. И появляется та самая дружинная культура, которая появляется в Гнездово. И, кстати, интересно, вы заговорили про Византию, то есть это Константинополь, и как они коротали там время? Они приплывали в Константинополь, и в соборе Святой Софии, который ныне мечеть, на втором этаже есть вырезанное поле для игры в Тавлеи. То есть стояли два парня, долго стояли, потому что на мраморе ножом они выцарапали вот это поле и играли. Мы знаем о том, что Византия, например, с большим удовольствием принимала их свою дружину и охранение. И я когда был в Софии, я обратил внимание, что около дверей есть еще несколько граффити скандинавских. По всей видимости, они стояли дальше всего, когда была служба, потому что во время службы у алтаря стояли самые высокопоставленные люди, а те, кто попроще, и охранники стояли подальше, уже позади. Это вот то, что касается... Ну да, но они крестились. Но, как я уже рассказывал, они могли креститься по несколько раз, в общем-то, ничего не теряя. Я возвращаюсь домой, они прекрасно... То есть... Не-не, но процесс крещения был, скорее всего, да-да-да, он описан. Нет-нет, есть предпроцесс, когда их просто оглашают. То есть они говорят, я хочу быть крестьянином, но не пропустя их покрестить. Скорее всего, крещённые, потому что, я повторюсь, существует вот этот набор молоточков Тора с крестами, и мы имеем, даже скажу больше, скандинавский тип крестов. То есть это прям конкретные, и причем даже два. Один это с распятием, и один это такой с кружочком, украшением, к сожалению, опять же, показать не могу, но они есть. Так что вероятнее всего, они были прям крещённые-крещённые. Но про надпись, кстати... Ну, кстати, надпись была, но я не знаю, что она значит. Я понимаю, о ком идет речь, но про надпись не могу перевести. Вопрос про Берсерк, смутил вас очень? То есть это майка из кочки? Смутил, да, потому что нет, есть описание одно, это, если я не ошибаюсь, битва при Стефан-Бридж, про то, что парни выпили отвар из мухаворов, и он один, этот Берсерк, держит мост, и его долго-долго не могут убить, пока, опять же, его армия отступает. Но мы не можем сказать, насколько это правда, потому что археологически это никак не прослеживается. Ну да, ну то есть ты идешь и торгуешь в первую очередь, и все, что можешь купить, продать, это все. Ну и да, рабов обычно захватывали, бессмысленно покупать, проще поймать кого-нибудь, закрепить. Кстати, сегодня будем показывать, скорее всего, и на камнях растут деревья, вот там как раз вот такая вот история, очень интересно, что приходите. — А зафиксированы какие-то попытки объединения королевств, которые раскиданы по всей Скандинавии, что-нибудь известно об этом? — Да, конечно. — Ну, я просто ничего об этом не знаю. — Ну, вот опять же, например, гибель города Бирка, мы, как торгового независимого города, да, связывается с тем, что неподалеку была Королевская гавань, и в какой-то момент королю становится не очень комфортно от того, что какой-то богатый город рядом, у него кучей земли, он начинает чеканить свою монету, и плюс, опять же, в этот момент идет упадок, и, вероятнее всего, тогда его территория просто разостаётся, и он не то что захватывает, но подбирает под себя эту землю. — А что-нибудь было, что-то подобие каких-то микроимперий из нескольких королев? — Могу точно сказать то, что в Британии, например, это активно было, да, в Британии это прям классика-классика, и это причем долгая история, которая длится, начиная еще с 8 века, напряжение нескольких столетий, это вот общее объединение Британии, то, что там же Саксония, там, да, да, и вот постепенно, постепенно, постепенно. Среди были попытки, но они как-то вот у Готланд отдельно, это было сложно. — А вот Дания, Светланд и так далее, вот эти деревни, насколько это были независимыми? — Ну вот, повторюсь, были вот эти торговые города, крупные города, в любом случае независимые, как и на территории Руси, были некие прилегающие территории, которые явно, как сказать, были подопечными этой самой территории, ну, то есть города самого, и потом, да, они постепенно разрастаются, объединяются, превращаются в канализ. А в который час никто не подскажет? Сколько? 12.56. Ну, в принципе, я еще могу 10 минут поговорить, и потом... Да. — А вы говорите, что это? — Да, активно торгов... — Нет, скорее всего, это шло через Сибирь, это самый короткий путь и самый удобный. И, вероятнее всего, сами скандинавы в Китае не были, потому что археологические предметы скандинавских в Китае не обнаружены. Однако вот эти торговые пути... Например, мы знаем, что в Сибири очень много сагдийского серебра, это сокт, это более ранний период, это VIII век, причем там его чуть ли не больше, чем на Ближнем Востоке, потому что просто было удобно торговать, и это была такая торговая точка. И, по всей видимости, с Китаем происходит ровно то же самое, потому что китайцы доходят до сюда, тут происходит торговый момент, и они скандинавы дальше тащат это все к себе домой. Ну, это когда было, опять же, чуть-чуть позже. Ну, вот это, да, но опять же, это все пути, и чаще всего это речные пути. Естественно, потому что других не придумано. Это самый быстрый, удобный и спокойный путь. Вот, тем самым, что я вот это просто рассказывал. Обязательно. Огромное количество постояло два ра, и как раз вот те самые города, это торговые города, которые появляются на тех самых местах, где что-то происходило. Волоки, смена разных способов передвижения, это все, да. Этого мы не знаем. Еще раз? Ну, попробовать. Интересно, кстати, про клады в этом смысле подумать, потому что мы знаем, что существует огромное количество кладов, но за каждым кладом существует история человека, который не вернулся за кладом. То есть об этом мало кто думает. Но, то есть, например, существует торжище. Человек, торговец, идет с каким-то там количеством серебра. Естественно, суваться на торжище, которое ты не знаешь, абсолютно беспорядно, страшно просто банально. Многие закапывают клад тот самый, идут на торжище и больше не возвращаются за ним никогда. И, таким образом, мы находим археологические те самые клады. Поэтому, путешествовать одному можно было, кстати, вот, да, пилигримы в большом количестве, но это, правда, больше в Европе. Они распространены. У нас просто такого мы не знаем, опять же. Оно не описано. Нигде у нас нет письменных источников о подобных историях. Ну и да, кто-то пытался, но в Европе. У нас мы не знаем. У нас с дорогами было бы не очень. А что по письменности? Она была унифицирована? Ой, здесь. Что по письменности? Когда она была унифицирована, кем? Об этом вам сегодня расскажет прекрасный лектор Микита. Это будет чуть позже. Он прямо, у него отдельная лекция, посвященная унификации письменности, когда она приходит. Что? 18.30. Вот, да, 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 да. Вы сейчас меня поставили в тупик. Потому что, с одной стороны, мне хочется ответить про тартарию, а с другой стороны, на вопрос. Что значит пускали? Потому что Сибирь тоже торгует с князавами. У них огромное количество пушнины, а те привозят с своей стороны, опять же, серебро. Например, в Сибири найдено достаточно большое количество вот тех самых гривен, действительно. И мы можем сказать, что железо они тоже продавали, вполне себе активно торговали. Это просто торговля. То есть, именно какого-то насилия, и там не было вот таких вот, которые стоят на часах и говорят, типа, вы не пройдете ключ. Да? Где в Ярмоланах находятся? Ты знаешь. Ярмь, Ярмоланах. Ну, вероятно. Кстати, это может быть, кстати, про отечество история, потому что, ну, странно медведи. Не могу сказать. Гардарик, вас устроит такой ответ? Гардарик, да. А можно сказать про разницу между норманами и славянами, вот там, по-прямямям, во всем, что у кого займется? Ой, ну, норман, во-первых, это те, кто живут во Франции, скандинавами. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, опять же, мы знаем про скандинавские традиции обычные, про которые вот Вячеслав Кулешов чуть позже расскажет. Я поэтому, можно оставлю это тайной, потому что он сделает этот миллион тысяч раз лучше, чем я. Человек с высшим образованием, не то, что я. Вы говорили про скандинавальные, да? Да. Я бы я слышал, что вроде скандинавы вначале только закрабывали, а то, что сжигать, они заизмили? Нет, ничего подобного, потому что в том же самом Гнездовом мы видим, что это одномоментные абсолютно процессы, и кто-то сжигает, кто-то вот так вот. В Словении, в Гроне обязательно? Это не только в Словении. Но вообще, опять же, еще одно. Возвращаясь снова к Осибергу, моему любимому, есть мнение, что на самом деле Осиберг это мужское захоронение, в котором была наложница и жена. Просто была традиция борьбы с драуграми. Драугры, если вы знаете, это мертвец демонизированный, и опять же в Скандинавии было, как бы сказать, это было почетно победить драугра, того самого, который живет в Кургане, отнять чего-нибудь меч. Это прямо победа. На самом деле, это победа одной семьи на другой, это традиция вынимания мертвеца предыдущего конунга, выбрасывание его демонстративное, и потом начало, грубо говоря, царствования новой семьи, если это можно сказать. Это тот самый драугр. Поэтому Скандинавы, и, кстати, Ибон Фадлан об этом тоже пишет. Это похорон знатного руса, о том, что наложница идет с ним, и там целая история тоже, ну, я думаю, что вы читали об этом. Вот. Вам ответить, как мне нравится? Ну, он Рерик. Ну, это Скандинавия. Я глубоко уверен, что я приверженец скандинавской традиции, и то, что вы прород, и про все, что я говорил. Я уверен, что он был скандинавским, прямо совсем-совсем. Да. Интересно. Я об этом ничего не знаю. Я просто не могу врать, потому что я никогда не интересовался этим вопросом. Я думаю, что если есть еще какие-то вопросы, мне бы про бытовуху проще рассказывать. Вы задаете такие эфемерные вещи, на которые я не знаю ответов чаще всего. Поэтому, если вы хотите рассказать, как сделан меч, как выковать копье, и чем отличается крушина от марены, велкам. Ой, со слезами на глазах. Во-первых, руда собиралась на поверхности. То есть, это не то, как сейчас. Большое количество руд выходило на поверхность земли. Действительно, собирали сверху. Иногда собирали болотное железо. Потом это клали в большую доменную печь. Пережигали. Получалась такая, как сказать, пористая губка. Это самая крица. Потом ее отжимали. То есть, это кладется на пенек. Берутся большие такие деревянные молоты и просто вот лупятся вот так. Вот снова прогревается. Таким образом, большинство шлака, которое внутри, которое не является металлом, оно выходит. Получается самый первичный кузнечный процесс, который называется сварка. Планет Джига. А потому что это ржавчина, по большому счету. То есть, это не железо. То есть, это не, как сказать, не самородок железный. То есть, это песок, камень и прочий грунт, который превращается в стекло. А оксид железа превращается в железо. И потом как раз нужно вот это железо между собой сварить, чтобы сделать какое-то более-менее. И это долгий процесс складывания-праковывания, складывания-праковывания, складывания-праковывания. И тогда получается более-менее уже полноценный брусок металла. на угле потом на углерозу да да там целое дело за огромный технологический процесс очень сложный и кстати интересно то что были углежоги которые пережигали как раз вот дерево чтобы было отдельно уголь интересно то что результатом пережигания березы является кислота и поэтому кислоту они тоже использовали и как раз травили вот те самые клеймы на мечах вероятнее всего это кислотой да конечно нечеловеческие я читал где-то статью о традиции использования человеческих черепов для кубков однако тоже восточная традиция не очень связано скандинавии а так в основном дает коровы коровья кость потому что это широкая кость например ложку можно сделать только вот из ноги вот этой корове либо лосиной и свиную кость тоже используют но реже в основном корова это лосиные рога лосиный рог до который распускался то есть брался лосиный рог пилился на такие чурбачки потом раскалывался на пластинке из этих пластинок собирался вот так вот гребень общая пластинка верхняя вот это все склепывала специальными клепочками и потом разрезалась тебя участок и длинный гребень нет он составной верхняя вот это если мы говорим дуга то это кусок фрагмент как раз рога ну и конечно разные но самого классические которые мы говорим они составные именно свадеб и вообще отношения между мужчиной женщины об этом тоже оттуда это чуть позже расскажут про что-то ну видимо все да спасибо да 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 изменилась трупосожение на трубоположение мы не можем ничего об этом сказать потому что повторюсь эти обряды идут параллельно и нету какой-то объективный к чем-то связано почему это происходит нет скорее себе потому что идти и другие это языческие захоронения с тем самым молоточками тора и точно не христианские ну давайте до последний вопрос и вот молочек там микрофон и пробуй еще раз почему призвали рюрика а сколько то это точно было точно было два брата который не факт что братья вроде как еще почему заключение какого-то было договора с византией и там перечислялись имена русов и все имена были скандинавские я точно не помню какой-то был договор ну о том я говорю что ротси русы это в общем-то и там всеми перечислялись имена и там все имена в общем-то звучащие но если вы по западные например вы знаете то что у князей русских до 13 века второе имя обязательно скандинавская но опять же если вы подумаете олеге княгини ольги там не знаю и прочих и прочих они в общем-то не очень-то русские имена просто ольга это хельга олег это то же самое хельги и прочее прочее а владимир русская и святослав тоже и у них были тариски не наскими на добыли были 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 до 100 процентов это да да я знаю нужно будет хожу до дина вами норвежцев датчан шведов вот они себя сами в те времена обособляли как отдельных германцев то есть отдельно от саксов которые в британии приехали да то конечно они как-то на правовом статусе считали что в разных регионах имеете ввиду за экспансированных вы имеете ввиду да конечно я уже говорил про регион данло то есть это датчане которые приехали организовали там свой регион и долго долго держали то есть в этих в этих правовых нормах скажем в том же данло скажем какой нибудь какой нибудь швед он тоже входил хороший вопрос но скорее всего да он тоже считался человеком из северок да 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 конечно да то есть они обоставляли от остальных но чаще всего вы знаете мы можем сказать то что они не плавали все в одну швед вряд ли поплыл бы туда потому что направления были проторены и все в одну сторону примерно потому что я повторюсь там гнездово и бирка это мне очень нравится просто эта корреляция и мы можем сказать что точно ребята избирки плавали точно в гнездово и особо то больше они как-то никуда и не плавали да да вы что там их столько а у нас но у нас это очень сложный вопрос я к сожалению не капитете я еще один кабинет начать но я маленькую запеками ставлю могу точно сказать то что к сожалению в россии генетические исследования этого толка очень слабо изучены это самого я почитаю спасибо да вы есть все все к сожалению нет если потом что можно будет подойти ко мне